здравствуйте друзья анна племянница светланы и моя искать уже по родственным линиям приехала к нам из нью-йорка ну не только для того чтобы приготовить шейк по другим делам но заодно она покажет как она делает шейк значит анечка что у нас тут вот за ингредиенты и как вообще что здравствуйте значит идея такая что самое полезное что мы должны кушать это овощи мы все это знаем но как сделать вкусно это другой вопрос и вторая вещь что самое лучше чтобы они были сыры потому что по мере приготовления они тратят свои питательные качества поэтому мы сегодня будем готовить овощное типа шейк но по идее гаспачо но не сам гаспачо просто холодный сырой овощной суп я извиняюсь а гаспачо это что гаспачо это и есть холодный овощной сырой суп но в нем не столько ингредиентов сколько я делаю и есть другие ингредиенты как хлебные крошки которые мне для моих целей не нужны поэтому мы как бы у нас получается свободная вариация на тему понял так значит самая главная вещь в этом супе это помидоры и огурцы это самая большая база значит к нему я потом добавляю авокадо лук и самое самое важное это все вот эти правы значит нам обязательно нужно иметь мяту петрушку и кинзу селандра по идее нам еще бы нужно было бы иметь базилик но в данный момент у нас нет базилика и у нас уже лимончик вот я вижу обезьян обязательно нужно добавить лайм гуси щас который мы еще посмотрим есть у нас какой соус гуси щая может быть одну две столовые ложки но для вкуса значит и по идее поскольку поскольку чтобы шейка блин блендер смешал нужно какой-то иметь жидкость в виде жидкости можно добавить томатный сок как если есть банку органические неорганические либо если нет просто воды и добавить например один экстра помидор но в итоге мы что получил супчик такой мы получим такой супчик такой который по идее настолько должен прочищать и настолько потому что все эти травы например вот одна только петрушка дети возьмете и только она должна прочищать печень и там такой список полезности и хорошести только в одном этом мята это у вас будет хорошее дыхание то же самое они что-то от мяты палочки отрывают от мяты мы обработаем нам нужно просто по идее чтобы он не было сильно там эти кусочки палок мы палки вынем мы оставим листики а эти поскольку палки нежные мы их можем и так кинуть значит мы договорились мы все начинаем резать и брать блендер режем на бы так быстро но не так быстро как профессиональной кухне но довольно еще раз поскольку мы сказали что у нас нету томатного сока мы порежем два помидора это в принципе один вот такого размера помидор если бы у нас был томатный сок надо собственно грей хватит откуда у тебя вот рецепт ты может быть знакома с каким-то итальянским поваром что произошло что в принципе гаспачо суп это такой вкусный летний суп который продается за 7 или 8 или 10 долларов хорошем ресторане или кафе и мне всегда нравилось его заказать но когда я начала изучать идею что же собственно говоря полезного и что нужно кушать и выяснилось что нужно кушать сырые овощи и это и есть полезное и значит сколько можно жевать салатов и собственно салат долго кушать долго делать в чем прелесть этого дела что в форме жидкости вы делаете себе стакан это получается очень серьезный концентрат вы как будто три миски салата имеете в одном этом как всегда с соками да и вы выпиваете его так легко пить мало того его легко взять с собой на ланч я например когда иду в офис я с утра делаю большой блендер выпиваю с утра то есть он какое-то время находится в жидком состоянии в офис поставить его там холодильник в любом случае вас уже будет ты прям руками шкурку сдираешь на получается сейчас что-то косточку долбани по ней просто обычно по косточку на нож насаживаем так мы уже почти закончили может это я же говорю что мы не может быть не делаем это как профессиональные повара так что просто чуть ли падали не отрезаем но главное что оно будет сделано так еще раз начаться опять же если если вы любите больше авокадо можно добавить больше если вы чего-то какого-то примерно я иногда добавляю редиски я добавляю сельдерей можно добавить любой другой овощ который вам нравится в принципе но идея такая что он должен быть такой сочный то есть вы не будете добавлять картошку естественно это должно быть какие-то зеленые сочные овощи которые прибавят к свежести и жидкостью а пищу из белоруссии может быть они картошку добавят ну может быть сыр и опять же вы еще должны помнить что мы его не готовим все что вы туда добавите например можно добавить брокколи тоже из блендера но брокколи это такая вещь которая нужно в сыром виде есть может она немножко жесткая но в то время как вы его всего раз молите в блендере будет нормально то есть вы должны иметь ввиду что овощи Которые вы сюда положите, это такие овощи, которые едят в сыровом менте. Окей. Значит, мы тогда сейчас, раз мы начали с этими палочками, у нас уже мытый мент. Нам нужно только быстренько отобрать листики. Мы его как-то по-русски называли. Минт. А как же он по-русски? Мять. Мять. Мята. Мята. Мять и мята. Это от мяты ментол. Да, это так и есть, правильно. Печная, да? Ну, она, в принципе, очень быстренькая, о чем мы показали. Вы, друзья, может быть, слышите какие-то гугуканье иногда. Это наша внучка Наташа наблюдает за процессом, а сказать она еще толком не может только гугукать. Хорошо. Так. Знаете, что мы уже почти закончили. Я для пострятых процесса возьму самые большие листики. Так. Мы положили, смотрите, если у вас есть пучок зелени, да, то вы берете пол пучка, не меньше. Каждого из того, что мы перечислили. Мяты, петрушки, псилантра по-английски, а по-русски мы забыли. Да. Короче говоря, пол пучка четырех видов зелени. Да. Пол пучка мяты. Кинза, нет? Пол пучка кинзы. Пол пучка базилика и пол пучка петрушки. Значит, на этих травах это все совершенно завязано. Значит так, у нас уже есть все эти другие пол пучка. Мы положим. Значит, если у вас не помещается в блендер, то вы можете начать блендать, и потом оно умнется, и можно всегда добавить. Да. Что мы и сделаем. Сейчас я добавлю туда воды. Водички надо, да. Мы набираем. Значит, набрать воды нужно примерно одну треть от куфины. Да. Так, отлично. Есть одна треть от куфина. Вот сюда. Вот сюда и крышечка. Крышечка у нас. Сюда же? Соус сюда же или потом? Мы сейчас, поскольку мы сейчас просто блендаем, чтобы оно умялось, и мы все добавим. Не волнуйтесь. Так. А, у меня тоже уже блендает. Окей. Значит, мы... Вот видите, насколько оно умялось. Теперь у нас есть место добавить... Добавить остальные вещи. Давайте добавим остальные вещи. Что мы добавим? Мы добавим... Выдавим один лайм. Лайм. Так. Мы выдавим один лайм. И прям так... Как это... Ракичится прям все... Быстро так делает. Ну, на самом деле, естественно, у себя, дома у себя в кухне. У меня эта процедура берет... Сделать семь минут. Но... Если приноровиться, то, в принципе, так оно и должно быть. Тут нечего делать. Жестоко. Жестоко, жестоко... Друзья, вне вещества Гана с лаймами не церемонятся. Светочка, мне нужна соль и перец. Соль и перец. Лучок. Лучок. Так. Так. Ай. Так, 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 так. Положили. Так. Соль и перец, Светочка. Аня когда-то училась в Москве в школе при Суриковском институте для детей, которые рисуют хорошо. Было такое? Было дело. Ты закончила или так вы уехали еще до окончания? Мы уехали, я почти уже закончила. И потом тут еще доучилась. Понял. Да. Ну, вот это то, что ты училась в Суриковском институте, тебе помогает, когда ты делаешь, когда ты делаешь шейк. А что это морковка-то? Любая учеба помогает. Так. Но, в принципе, я так понимаю, что моя художественная карьера, а потом еще и дизайнерство, все равно связана с креативом. Так. И это, конечно, помогает при готовке. Значит, смотрите, мы сделаем, например, ложечку. Вот какой-то хитрый сос. Хитрый сос такой, у тебя бусечешер. Органический, очень... Давайте мы покажем. Выглядит очень красиво. Баночку вот так. Ну, какой-то такой густой, а потому что он более... Вот такой. Так. Энис. О, это же прям под твое имя. Энис. Да, правильно, как будто бы... Слышишь о перец черный? Да, вот же я поставлю. А, да. Так, это что, сахар, что ли? Это соль у нас. Соль. Соль. Значит, соль мы можем всегда досыпать больше. Главное, не пересолить. Да. И мы можем еще посыпать ее в индивидуальную чашку. А то перчик. Перчик, да. Перчик. Ну, такого недолго. Короче, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Так, хорошо. Значит, ребята, что мы думаем? По идее, обычно, смотрите, я люблю туда добавить оруголу или, например, как у нас по-русски щавель, что тут называется... Есть watercrest, а есть sourcrest. То есть, можно добавить оруголу, watercrest или sourcrest. Или, если хотите, все и строить. А руголу по-русски тоже можно сказать как-то... Я не знаю. Ругола. Ругола? Ага. Ругола, значит, watercrest, sourcrest. Watercrest я не знаю, как по-русски, а sourcrest... Крест-салат, а sourcrest – это щепель. Я никогда его здесь не видела вообще. У нас там в Нью-Йорке продаются. В Нью-Йорке здесь нет его. Так, давайте мы положим вот так. У нас, смотрите, у нас получается все... Как за шпинат, у нас есть несколько щепель отладки. Значит так. Мы, значит, за шпинат сделаем. Да, это все. Можно даже еще больше положить. Ну, просто не помечайте. Смотрите, я думаю, что нужно чуть-чуть еще, может быть, добавить жидкости, потому что бы не было очень... Чуть-чуть. Чтобы не было очень густо. И, опять же, если мы не досолили, мы всегда можем досолить. Самое главное – не пересолить. Да. Я не перебалываю ему для эмультро-жидкости, потому что все было немножко подкруто. Что ты сейчас сказала, когда шумела? Ты что-то сказала? Что мы его не эмульсифицируем до полного. Что там все-таки должны быть чуть-чуть... Кусочки. Кусочки, да. То есть мы в эмульсию его не загоняем. Нет, потому что в эмульсию многие из этих овощей могут немножко стать, как бы, клейкими такими, и ты получишь фактуру не обязательно хорошую. Да. Чтобы там все-таки была именно такая кранчи, свежесть, немножко хрустящая. Короче говоря, господа, где наши стаканы? Мы пьем чистое здоровье. Будем выпивать. Чистое здоровье в стакане. Так. Это должно прочищать... Это как бы... Получается, что это овощной сок, ну, то есть не... Но при этом нет отходов. Это все абсолютно безотходное, чистейшее, здоровое производство. Особенно если вы... А это как же? А это отходы. Ну, это же просто шкурки вы их не кушаете. А можно кушать? То есть если вы, например, делаете сок овощной или фруктовый, то сколько отходов? А можно было лайм прямо со шкурками, нет? Лайм, да. Может быть, но может быть горьковато получилось бы. Правильно, лайм можно. Так. Может быть, получилось чуть-чуть, чуть-чуть. А чтобы не было отходов, надо тогда где-нибудь под дерево подкусти. Это так малоотходно, как только... Да, вы сделаете компост. Компост. Вы сделаете компост из этого. Так, подожди, давай мы... О, подожди, у нас недостаточно... Видите, Наташа увидела наш шейк и очень радуется. Ага, делаете зеленую шейк? Давай, Анечка будет дегустировать. Я качокаюсь, даю тебе, и мы пьем вместе. Так, ну тогда знаешь что, тогда я передам камеру Светлане, и мы будем пить вместе. Это моя любимая и единственная племянница, друзья, из Нью-Йорка. Хорошо, я бы соль не добавил. Можно. Вы понимаете, друзья, что травка зеленая, она не соленая, когда растет. Друзья, пейте здоровые, свежие шейкс. А где мальчик Сема? А вот, друзья, перед вами Сэм. Сын Анны. Живешь в Нью-Йорке, да? Сэм у нас блистал на канале год назад. Помнишь, ты приезжала, мы в Санта-Крузе ходили на автомобильное шоу? Да. Сэм, скажи, вот мама делает эти шейки зеленые. Ты сам как по шейкам? Не очень, я понял, я понял. А что ты ешь на завтрак, скажи? Вот что ест на завтрак нью-йоркский мальчик? Я не кушаю завтрак. А что ж ты, с утра вообще не ешь? Нет. А? Нет. А когда же ты кушаешь? Я не кушаю завтрак. Так. А что это ты ешь с утра? Бейгл какой-нибудь кушаешь? Нет, я ничего не кушаю. Подожди, ну ты вкусненькое что-то ешь в этой жизни-то? Что-то тебе достается вкусненькое? Суши. Суши, так. И все? Ешь. А к пицце ты как относишься? Я люблю пиццу. В Макдоналдс тебя вводят родители? Нет. Значит, у тебя вместо Макдоналдса пицца? Нет, вместо Макдоналдса суши.